Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания Коринфянам, 14 глава. Эта глава посвящена духовным дарованиям, которые имели место быть в Коринфянской церкви. Мы с вами уже говорили о том, что самые разные дары проявлялись в Коринфянской церкви у новоначальных христиан, и всегда возникает вопрос, а зачем они были нужны, тем более они действительно приводили к этой неупорядоченности, к тем проблемам, которые приходилось решать апостолу Павлу. И уже речь шла о том, что действительно мы понимаем, что язычники, обратившиеся ко Христу, должны были на тот момент иметь некое доказательство того, что действительно Бог на их стороне, что они перешли на сторону Бога, что это не просто какой-то из многочисленных обманов религиозных древнего мира, что они не поверили каким-то шарлатанам и обманщикам, а что действительно они уверовали в единого истинного Бога. И вот доказательство этого. Ранней церкви давались многие дары, и не всегда эти дары встречали понимание, не всегда люди могли с ними справиться, ими управлять. Вот об этом и говорится в этой главе. Итак, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Для нас пророчество, прежде всего, это предсказание будущего. Но если мы откроем библейские тексты и даже писание пророков, то мы с вами убедим, что на самом-то деле, конечно, там есть многочисленные предсказания, и этого не от них не отнимешь. Но цель пророчества, первая задача, которая стала перед пророками, состояла не в том, чтобы перед своими современниками начертать какие-то перспективы грядущего. Нет. Первая задача, то, ради чего пророк посылался к своему народу, это было обратить этот народ к Богу, вызвать у него покаяние, или, как принято говорить, обращение. И вот, собственно говоря, пророчество, и так оно понималось в ранней церкви, оно связано, прежде всего, с обличением. И дальше мы с вами найдем в этой главе этому подтверждение. Дальше. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». Здесь мы с вами встречаем описание дара говорения на языках, голосолалии, которое существовало в ранней церкви. Речь идет именно о незнакомом языке, то есть языке иностранном, языке, который аудитории в Каринфе был, собственно говоря, незнаком. И понятно, что если человек прогнозил на этом языке какие-то молитвы, то никто его не понимал, и, по сути, это была пустая трата времени. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть пророчество, как мы уже понимаем, обличение, то, что мы можем сейчас бы назвать словом проповедь, оно приводит к конкретной нравственной результате. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. И пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Итак, мы видим, что между духовными дарами, пророчеством и говорением на языках была некая конкуренция, некое средостение. И, по сути, апостолу Павлу необходимо было установить некую иерархию, говорить о том, что более предпочтительное. И, как мы видим, его выбор обоснован. Поскольку пророчество назидает церковь, поскольку оно всем понятно, то пророчество должно занимать намного больше места в церковном собрании, чем другие дары. И апостол Павел здесь обращается к своему примеру. Мы с вами уже не раз встречали, что на протяжении первого послания к Коринфянам он делает это не единожды. И здесь он пишет. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свиреле и на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком превозносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них не без значения. Но если я разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Итак, вполне понятная аргументация апостола Павла, который говорит о том, что, хотя и он сам мог бы говорить на разных языках, но тем не менее он прекрасно понимает, что если этому не дать толкование, если то, что он скажет, не получит никаких объяснений или комментариев, то действительно пользы от этого нет никому. И продолжает. Так и вы ревнуйтесь о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, а потому говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но умы остаются без плода. Мы видим, что дар говорения и дар истолкования – это два разных дара. Человек мог изъясняться на незнакомом языке, но находился в такой, в общем-то, может быть, где-то неприятной и странной ситуации. Объяснить окружающим, что он сказал, он при этом не мог. И апостол Павел говорит, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. То есть другим апостолом Павел словами не пытается каким-то образом опротестовать этот дар, он не пытается его унизить, но при этом очень корректном отношении к нему он просто понимает, что то, что говорит другой человек, его молитвы, они остаются непонятыми и невоспринятыми окружающими. И заключает это так. «Благодарю Богу моего, что я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, то есть так, чтобы все это понимать самому, это было понятно другим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Итак, вот такое решение принимает апостол Павел, и его мотивация, она вполне понятна. То есть то, что происходит в церкви, должно приносить людям пользу. Те наставления, те молитвы, которые мы слышим, они должны доходить и до ума тех, кто их слушает. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Здесь мы видим, что апостол Павел, он понимает эту ситуацию, и, наверное, этот вопрос и сейчас, когда меня слушают, возникает. А зачем тогда вообще этот дар нужен, для чего он необходим, если от него, собственно говоря, нету никому никакой пользы. Да, человек им обладает, да, он молится на каком-то неведанном окружающем языке, но, собственно говоря, выход, КПД этого дара, он может быть даже отрицательным. И апостол Павел, он берет этот дар, конечно, под защиту, потому что он сам только что сказал, что он более других говорит на этих языках, но он обращается к Писанию, он говорит, что в законе написано, иными языками и иными устами будут говорить народу сему. То есть, Бог дает обетование, он обещает, что обратится к своему народу на других языках, но результат плачевный. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки, суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Итак, другими словами, да, апостол Павел хочет сказать, что действительно обращение на языках, оно связано прежде всего с тем, что люди, которые эти языки знают, мы видели, что действительно так произошло в День Пятдесятницы, когда собравшиеся люди говорили, что мы слышим апостолов, которые говорят на наречиях, в которых мы родились, и которые им, конечно, не могли быть на самом-то деле по рождению ведомы. Так вот, здесь происходит то же самое. Люди, которые слышат эти слова, эти молитвы, они могли бы понять апостолов, то есть и тех, кто этим даром обладал. Но апостол Павел предупреждает, если церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажет ли, что вы беснуетесь? То есть мы видим, что действительно в собрании, а, собственно, церкви-то не было, да и сейчас в церковь может зайти большому счету кто угодно, вот вполне возможно, что какой-нибудь сосед зашел бы к своему знакомому, вот, и вдруг он попадает на собрание, в которое вот этот какой-то гогот на непонятном языке. И какой вывод он сделает? Что люди здесь просто одержимы, что они беснуются. Но когда, продолжает апостол Павел, все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. И таким образом тайны сердцева обнаруживаются, и он падает ниц, поклонится Богу, и скажет, действительно, с вами Бог. То есть вот то, чего хочет достичь апостол Павел, то, на чем он делает акцент, присутствие Божие в общине, в церковном собрании, оно должно быть очевидно даже для посторонних людей. Поэтому дар, который может вызывать у окружающих оторжение и понимание, лучше как бы отодвинуть в сторону. И дальше он пишет следующее. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть толкование, все, если это будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или многое, трое, то порознь, а один изъясняй. Если не будет истолкователя, то есть некому будет объяснить сказанное, то молчи в церкви, говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. То есть должна быть рецепция того, что говорят пророки. Даже если у человека пороческий дар, и даже если он, обладая тем, чего нет у других, те, кто этим даром не обладают, все равно должны давать оценку сказанную. Без этого церковь не должна принимать то, что прозвучало от пророков. И пророки пусть говорят двое или трое, и о прочих пусть рассуждают. Если другому и сидящих будет откровение, то первые молчи, ибо все один за другим может пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Другими словами, возможно, что это говорение на языках, оно сопровождалось некими такими экстатическими состояниями. Не случайно апостол Павел говорит о том, что духи пророческие пророкам послушны. И это, может быть, особенно вызывало какое-то непонимание или отторжение со стороны каринской общины. И очень важно, что апостол замыкает эту фразу «Бог не есть, Бог не устройство, Бог мира». То есть вот действительно должна быть некая упорядоченность, то, что мы называем словом чинопоследование, какой-то лад, чин, потому что беспорядочность, когда каждый пытается лишь выставить и обнаружить свой дар, она, конечно, могла приносить довольно тяжелым состоянием, тяжелым каким-то ситуациям в собраниях каринской церкви. Так бывает во всех церквях у святых. То есть апостол Павел ссылается здесь еще и на авторитет других церквей, чтобы каринская церковь не переживала каким-то образом свою уникальность. Для апостола Павла важен этот общий опыт. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, быть подчинением, как и закон говорит». Но мы же обсуждаем эту тему, что действительно в 11 главе апостол Павел говорит о том, что были женщины, которые пытались пророчествовать и произносить общие молитвы. Вот апостол Павел призывает, чтобы это не возобладало в каринской церкви. И он говорит о такой ситуации. «Если не хотят чему-то научиться, пусть спрашивают дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить церкви». То есть, речь это о том, что, конечно, какие-то непонятные слова, молитвы или что бы то ни было еще, они вызывали неизбежные вопросы. О чем здесь говорится, что было сказано. И, конечно, если люди очень часто, это мы знаем, могли вслух говорят в храме, или что-то такое, конечно, это совершенно неуместно. И поэтому апостол Павел призывает женщин, которым что-то непонятно, спрашивать у мужей дома, а не во время собрания. «Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас оно достигло?» То есть, другими словами, исключительность каринской церкви, она мнимая. Не они являются зачинателями христианской веры или христианского богослужения. И не только каринская церковь обладает уникальными духовными дарами. Они есть у других общин и других церквей. И поскольку они являются родоначальниками Слово Божие, то, конечно, важно, чтобы они не возносили себя. Если же кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. То есть, апостол Павел понимает, что люди, которые мыслят о себе высоко, скорее всего, отвернутся от авторитета апостола Павла. Для них он уже перестал быть значим. И поэтому просит или напоминает о том, чтобы вот то, что он сказал, это является Господней заповедью, не его каким-то установлением. А кто не разумеет, пусть не разумеет. И так, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. То есть, вот апостол Павел, действительно, он не пытается какие-то дары уменьшить, погасить. Он не считает, что дар, который вызывал столько беспокойства и непонимания у коринфской церкви, должен быть вообще вытеснен из церковного собрания. Нет. Но важно, чтобы это не превращалось в то, что люди пытаются только обнаружить свой дар, продемонстрировать его другим, поставить себя тем самым выше окружающих. И на этом все закончится. Собрание церковное, да, это не какой-то такой вот подиум индивидуализма, где каждый показывает себя, и каждый пытается, обратив внимание на какие-то свои, как ему кажется, уникальные особенности. Это общее собрание, и здесь всем должно быть место. Оно предназначено для всех, и все, кто на нем присутствует, должны получать на нем пользу. Обязательно извлекать из него какие-то для себя выводы, наставления, все то, что может их назидать и получать. И еще раз вернемся к заглавию, к тому вопросу, о котором мы говорили, как все-таки примириться с этим, вот этой такой неупорядочной духовностью, которая имела место быть в ранней церкви. Как ее до конца объяснить? Ведь люди имели своим источником одного и того же духа. Все эти дары, они были даны свыше. Почему же эти дары приводили к таким неупорядоченным явлениям? Почему они вот таким образом проявлялись? Можно говорить о том, что люди просто были к ним не до конца готовы. Потому что любой дар надо уметь духовно понести. Нужно, обладая этим даром, не превозноситься, не ставить себя выше, не верить в собственную исключительность. И в то же время, как бы там ни было, для нас это очень важно, вот эта полифония духовных даров. Апостол Павел понимает все проблемы, которые связаны с даром языков, но он не пытается этот дар принизить. Он, наоборот, говорит, что он обладает им больше, чем кто бы то ни был. И для нас это тоже очень важно, потому что кажется, что духовность, она должна иметь только одно какое-то измерение. И другие измерения с ним уже не только не связаны, но, в общем-то, они ему противостоят, противоборствуют. И, наверное, такой подход, он не всегда верен, если мы пользуемся тем, что пишет апостол Павел. Апостол Павел просто говорит о гармонии, о соединении, но дары, проявления, духовность, она может быть различна, потому что Бог, он раздает эти дары, он сам эти дары направляет, и поэтому в церкви могут гармонично сочетаться самые разные дары, самые различные проявления духовности. Продолжение следует...